И снова здравствуйте, с вами Дэв. Ну а мы сегодня вернемся в мир волшебства и магии. И сегодня у нас на обзоре очередная волшебная палочка. В этот раз палочка главного героя. Палочка Гарри Поттера. Итак, это средняя коробочка из всех палочек. Мои подписчики знают, я предпочитаю именно эти коробочки. Потому что это нечто среднее между, ну во-первых по цене, а во-вторых по наполнению коробки. Это самое важное. Самые дорогие палочки это коробка Оливандера. Мы делали обзор на абузинную палочку, ссылка на нее вот здесь. Вот это как раз пример коробки Оливандера, где сама коробка является частью дисплея. То есть по большому счету палочку можно положить аккуратненько на коробку, это будет смотреться совершенно классно. Я же купил специальную диораму для волшебных палочек, поэтому мне это не важно. А что важно в этом случае, это вот эта вещь. Это маленький брелочек, который идет в коробке с этими палочками с именем владельца и это Гарри Поттер. На самом дисплее есть небольшая жердочка, куда вот эти вот собачки можно будет крепить и я думаю это будет выглядеть совершенно замечательно. В самой бюджетной части, насколько мне известно, собачки нет и коробка чуть ли не пластиковая. Как-то так. Поэтому это золотая середина и в моем случае это самый идеальный вариант для приобретения волшебных палочек. Но отложим коробку в сторону и давайте посмотрим на палочку Гарри Поттера. Вот собственно сама палочка. Сделана очень прикольно. Материал совершенно замечательный. По истории самой книги это дерево астралиста и внутри находится перо феникса, сердцевина из пера феникса. Сестра или же брат этой палочки это волшебная палочка Волан-де-Морта. Вот как-то так авторы представляли это. Разумеется мы все прекрасно понимаем, что если я не путаю, кстати говоря, я книги перечитывал недавно, в книгах нет описания как выглядят волшебные палочки. Вот это все это совершенно чистая выдумка автора фильма. Для того, чтобы придать большую харизматичность самим персонажам. Чтобы было понятно кто, где, чья палочка, если это главный злодей, у него должна быть палочка из кости. Хотя опять-таки я не помню в книге, чтобы где-то примерно даже упоминалось, что палочка Волан-де-Морта была сделана из кости. Говорится, что эти две палочки это близнецы и они абсолютно идентичны. Собственно Аливандр, вроде бы это был Аливандр, в первые моменты фильма удивлялся, что Гарри Поттер достойный именно этой палочки. Но потом все встал на свои места. Палочка прикольная, мне нравится вот такая вот ее увесистая нижняя часть. Это помогает ее очень хорошо держать в руке, это достаточно приятно, она очень хорошо лежит, никуда не выпадает. Мы об этом как раз говорили с вами в прошлый раз, когда делали обзор на палочку Гермионы, которая вообще никак не фиксируется в руке. Но опять-таки, если мы сравним эти две палочки, давайте мы сейчас сюда добавим еще палочку Рона, то сразу же видно. Дешевая палочка Рона Уизли из бедной семьи, хотя на самом деле с Гарри Поттером ничуть не лучше, тоже такая неотесанная, грубая и так далее. И тоненькая, утонченная, с красивой резьбой палочка Гермионы. Сразу видно, что это девочка. А тут, ну, так задуманная история, что это мальчик, который выжил несмотря ни на что, он такой скромняшка, серая мышка, в которой скрывается колоссальная мощь. В этом весь прикол, вся прелесть рассказа. В общем, палочка приятная, я не мог абсолютно никаким образом пройти мимо троицы главных героев, когда собираешь волшебные палочки. Я думаю, с этого и нужно начинать коллекцию. Я же начал с бузинной палочки и как-то к этому пришел чуть погодя. Но я точно знал, что я буду их покупать. По размеру. Длина волшебной палочки Гарри Поттера. 34,5 см. То есть она в сравнении с Роном и Гермионой небольшая. Вот как-то так они выглядят. Хотя, чисто из-за визуальной иллюзии, кажется, что эта палочка находится правее. Но нет, она просто ближе. Вот такие вот дела, друзья. Пока что у меня больше волшебных палочек новых нет. Это, если я ничего не путаю, седьмая палочка у меня в коллекции. На дисплей может быть десять. Но мы с девушкой уже решили, что мы, скорее всего, будем заказывать еще один дисплей. Фото должно сейчас появиться. Это пока только далекая теория. Пока никаких фактических заказов мы не делали. Но, скажем так, в долгосрочной перспективе мы бы хотели, чтобы это у нас было в коллекции. Вот как-то так. На этом, я думаю, можно заканчивать это коротенькое видео. Как всегда, если вам понравилось и вы хотите увидеть еще обзоры на кучу гиковой всячины, подписывайтесь на канал, жамкайте на колокольчик, дабы не пропустить уведомления о следующем видео. Ну а на этом, друзья, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Ну а на этом, друзья, я думаю, точно все. Благодарю вас за просмотр. Умейте радоваться мелочам. Не отказывайте себе в удовольствиях. Всего доброго. Благодарю вас за просмотр.